1 2 3 1 2 3 мы начинаем всех приветствую кто будет смотреть это дело в записи сегодня я решил попробовать новый формат то есть кто следит за каналом вы знаете что я немножко прибаливаю да и вообще со стримами последнее время как-то выходит странно то какие-то технические проблемы то другие проблемы вот и получается что вроде бы как надо проводить стрим то есть давно не общались давно что-то там я не показывал и получается так как по расписанию подкар под расписание не всегда бывает настроение не всегда бывает во что поиграть не всегда бывает чем поиграть вот не всегда здоровье позволяет и как бы потом это откладывается и так далее вот а делать скажем так более более качественное что ли видео то есть когда я записываю гайды когда я записываю какие-то ролики то есть даже музыкальные это все дело занимает определенное время при этом очень большое то есть чтобы от монтировать ммм вот это вот все иногда на это уходит ну да не то есть чтобы выложить такое видео поэтому у меня остаются стримы стримы это очень длинное такое дело вот и собственно вот эти самые ролики которые дело не длинные но очень долгое в производстве поэтому я смотрел у некоторых стримеров то есть я смотрю что они тоже задумались об этом у которых нет естественно какой-то своей студии которая будет там делать верстать эти видео то есть человек наговорил у него там может есть жена может быть есть просто какой-то наемный рабочий работник может быть он с друзьями занимается этим делом и он что-то наговорил что-то вот это записал и эта команда помогает что делать у меня никакой команды нет жены у меня тоже нет что как-то сегодня на хакабоне все плохо вот и поэтому я всем этим делом занимаюсь сам и это просто огромное количество времени живет вот это подрезание я буквально собираю свои ролики из вот кусочков по одной-двух одна-две фразы я из этого склеиваю чтобы не было нигде заиканий чтобы не было нигде вздохов ухов и так далее это занимает огромное количество времени как я уже сказал в итоге самому мне довольно тяжело столько времени заниматься вот этой работой она скучная потому что конечно я как бы люблю конечный результат но вот это вот складывание часами она жутко напрягает вот эта монотонность чего этого поэтому я подсмотрел такой формат как я просто смотрю что люди записывают тотал с работы приходит записывать кто-то просто вот включениями делает послушая игрок то есть я играю в разные игры ежедневно во что-то играю даже когда мне не очень хорошо то есть этом отлежался и так далее и пошел запустил там на часик там что-то в блок дезерте поделал что-то в айбионе поделал что в гавешке поделал то есть для стрима это слишком мало ну что это будут за трансляции где я тупо включился там полчаса поговорил выключился опять там включился полчаса поговорил выключился но это несерьезное дело а вот такие как бы мини включения на запись то есть я вот выбрал время вот сейчас у меня есть свободное время несколько часиков и я хочу например сегодня сделать дейли квесты на ресурсы для крафта четвертого галеона я не знаю зачем мне нужен но я хочу своей шайки сделать галеон при этом я уже сделал все остальные галеоны и два галеона торговых из каравел я уже сделал то есть остался четвертый это галеон который полет который делается из фрегата и на него нужно два раза больше ресов поэтому увы я где-то уже половину скрабил после этого у меня настал творческий кризис я честно говоря запарился это делать ну вот сейчас что-то опять появилось время пока я вот это болею езжу сейчас есть такое время покрабунькать квесты взять сначала поэтому я решил собственно первый пилотный выпуск вот этого формата я на ютюбе сделаю под него отдельный отдельную категорию куда я буду заливать у такие часовые там полчасовые ролики где буду просто разговаривать то есть можно конечно как бы такой формат убирает интерактивность то есть под роликом конечно нужно оставить комменты я это прочитаю но скажем так я не настолько крупный стример чтобы у меня был прямо интерактив чик то есть в чате и так спрашивают редко что то в основном приходят постояльцы меня поддержать то есть те кто меня знают и смотрят огромное им за это спасибо но каких-то вот больших дискуссий или каких-то разговоров живым чатом будет очень редко поэтому в принципе вот такой формат где вы будете меня чаще видеть и слышать и мне будет проще производить такие ролики то есть я смогу практически в любой момент когда я захотел вот что то то есть я пошел там в альбионе что-то делать запустил и о чем-то поговорю потом решил какую-то оффлайн игру типа боброва вот этих запустить и вам не надо заходить ко мне там на стрим ловить меня просить это сделать я просто запустил поиграл записал этот матч и тут же выложил то есть я скорее всего даже вот эти все данные я медиа жесткий диск занимать не буду потому что диск то у меня большой в принципе на 4 терабайта но все время записываешь когда вот на ролике на мини клипы и думаешь блин вот я сейчас удалю и она пригодится вот я удалю и она пригодится и вот как у хомячка у меня там хранится целая куча вот этих данных тому же я еще дублирую на внешне чтобы они потерялись в итоге но очень много занято вот кто опять же следит за каналом я говорил что я собираюсь наконец-то перейти с windows 7 на котором я просидел больше десятка лет на windows 11 потому что вин на windows 7 же ничего не работает обеска на нем уже новые версии не работают видеоредактор мы уже с этой версии не работает я прикрыл прикручивал костылями из-за чего там есть проблемы с определенными модулями потому что я не могу не цветокор какой-то сделать не маску прописать кстати в новых версиях маска будет отдельно более удобным инструментом в да винчи и я вынужден работать на вот этой старой версии потому что она вот костылями там изменением файлов на кое-как на семерке запускается у нее проблемы с конвертацией потому что ну с кодированием потому что последние кодеки там не поддерживаются то есть я тут буквально ограничен двумя кодеками которыми я все это делаю в общем куча уже проблем много игр перестали работать гв уже на грани изи античит на котором работает целая куча игрушек он же тоже на грани прекращение поддержки кстати с компасом вот это все на грани и надо просто уже тупо вот кровь из носа все равно до января переходить потому что steam уже перестает поддерживать 1 января windows 7 игрушки которым я в других лаунчерах то есть юбисофт уже давно не запускается я не могу тоже и на постримить не потому что я не хочу потому что просто включить не могу потому что не запускается у play я его тоже запускал всякими костылями но уже все и в онлайн начиная с 6 декабря тоже перестает поддерживать windows 7 в общем следующем месяце я все это дело тоже обновлю и вот скорее всего в этот момент когда это дело буду обновлять я немножко почищу старые видео освобожу диск чтобы она все вот было все равно все придется перенастраивать менять местами возможно я заменю системный диск посмотрим вот это что касается вот всего того что накопилось вот я так могу об этом рассказать поэтому это трое эти ролики я буду просто записывать на одном дубле я не буду никакой дополнительной обработки с ними проводить чтобы вот это раздувать этот файл то есть я вот в bs не записал я что-то надиктовал поиграл в какой-то контент рассказал то о чем я хотел рассказать то есть вам интересно послушали кому не интересно вообще не будет смотреть и слушать вот такие дела поэтому если будет видно что этот формат заходит и в принципе он вам интересен мне он удобен и интересен будут появляться чаще видео будет больше наполнение канала будет больше моментов которые не остаются за кадром не будет большой необходимости заходить на обязательно на стрим возможно я их вообще уберу или уменьшую количество еще сильнее то есть потому что местами я просто стримы для самого себя и я понимаю что для некоторых людей возможно это даже больше напряг то есть вот не хотят например меня поддержать хотят зайти на мою трансляцию я иногда запускаю позднее иногда запускаю раньше есть а так человек хочет послушать что это мы играю в какую-то игру посмотрел так и сегодня выложил видос например по black desert вот мне было без например то есть зрители мне сегодня хочется посмотреть вот он поплыл там делать какие-нибудь ачивки в этом плане кормить квесты на галеон там когда его на при построю галеон я тоже запишу то есть вот отлично человек зашел посмотрел такой видос в удобное для него время то есть он оставил комментарий я его прочитаю я на него отвечу то же самое что было бы и в чате это можно посмотреть это можно поставить на паузу это можно посмотреть в дороге при желании там можно посмотреть в обеденный перерыв можно посмотреть послушать пока чем-то другим занимаешься нет смысла вот бежать там ко времени включать что-то делать плюс youtube мне кажется у ютюба более интересный поиск аудитории потому что что-то на твиче как-то она все странно ищется то есть люди у которых дофига зрителей собственно им приходит еще больше зрителей люди у которых зрителей нет и мы видели не приходит и по факту ты можешь просто там сидеть и годами и и ничего ну то есть я рассматриваю тот вариант что люди просто не интересно но помимо этого варианта есть такой вариант что большинство людей просто не видит эту трансляцию youtube периодически мне самому подкидывать интересные каналы интересные обсуждения и я слушаю какие-то буквально включение тоже такие плюс опять же в отличие от стримов которые идут часами вот такие видео будут длиться я думаю не больше часа то есть я буду какой-то кусочек братьеву записывать и все как-то так ну здесь возможно во всех видео будут такие отступления потому что я люблю поговорить о всяком здесь было как вводная то есть это первый ролик такого формата поэтому я немножечко объяснил что да как плюс уже две недели как нету стримов и скорее всего на следующей неделе их тоже не будет и то есть следующий стрим будет уже в декабре наверное посмотрим а и такие ролики как-то немножечко разбавит это дело что слышите что я вроде как жив у меня вроде бы как все нормально я вроде бы как еще не забил на все это творчество игры будут разные я играю в большое количество а тем более если это не на стрим то есть именно на запись я могу в геншине что-то поделать и выложить я могу в дезерте ты поделать опять же в оффлайн игре онлайн игре в какой плане цайт зарубиться на вечерок на пару часов и записать это дело там может быть тогда ролик получится подольше вот без особых скажем так ну практически как такой кусочек и стрима здесь я буду заикаться я буду бэкать мэкать великого качества обработки и всего остального не будет где я слежу не глюкнули микрофон не глюкнули шумодав там вот зовут этим всеми здесь этого всего не будет да кстати я полез проверить не полез проверить все ли у меня здесь нормально если лимитер включен лимитер кстати может жевать ладно я это все равно потом прослушаю лимитер может немножко жевать звук здесь я просто как бы настраиваю под 3 меняет переслушай посмотрим вот то есть такой пилотный выпуск я просто решил что я вообще люблю делать и качественно ну то есть да естественно это не уровень там каких-то супер-пупер блогеров которых опять же или уже рука набита или какая-то студия на это работает когда там все хорошо все нарезано звук выставлен у меня микрофон хоть уже гораздо лучше звучит потому что я на него и стойку купил и паука и он больше сильно не стукает но не ловит стуки клавиатуре будет бум-бум-бум-бум-бум-бум так но все равно если не в наушниках на мои на моих колонках он гудит это дело можно починить путем еще уменьшение его чувствительности и подвигания его прямо вот к лицу но он у меня слева неудобно так я все взял я все взял то есть я просто не уверен что есть большой смысл гнаться за вот этим вот прямо сильно качественной записью за сильно качественным звуком за сильно каким-то качественным видео то есть чтобы там было прямо вот что-то типа гайда или типа еще чего-то вот когда можно просто выпало выпускать вот такие большие разговорные ролики возможно это будет даже более полезно для канала потому что youtube и все остальные социальные сети они вообще любят когда часто то есть вот им грубо говоря не сильно интересно насколько качественно но главное что часто и на самом деле люди поначалу наверное не ожидают от канала на котором там 150 подписчиков или там которого смотрит человек 5 6 в среднем там вы может надо 8 бывает что там будет прямо вот супер-пупер контент и супер-пупер картинг это все развивается потихоньку поэтому мы и будем развиваться потихоньку вот что касается моих по игрушек в бдо то есть мы потихонечку закончили с введением вот он занял 18 минут то есть те кто будет это первый раз смотреть естественно я два месяца две две недели не выходил и люди послушают что у меня поднабралась то по поводу бдо бдо собственно особо не меняется я за ним слежу в него поигрываю сейчас здесь проходит распродажа жемчуга 1 плюс 1 то есть ты берешь упаковку с 500 жемчугом получаешь две упаковки там в этот раз судя по всему разработчики под издержались они обычно делали там два пока один на два с половиной другой на 500 они все были одна покупка на семью то есть все так щедренько но в разумных пределах в этот раз они выкатили просто огромное количество этого жемчуга там паки по 500 можно купить три раза паки по 1000 можно купить три раза и паки по две с половиной и по 5 можно купить по одному разуму в общем получаете просто офигенное количество жемчуга я как человек донатищи но немного мне этого с головой хватило я купил один пак потому что и так растратился на лекарство но просто как бы жаба санкционировал жаба господи мы на таблетки 5000 профукали купи себе уж что-нибудь при этом скажу что в альбионе его онлайн у меня очень неплохо идет мой пассивный фарм и в онлайн за пол за четыре месяца уже на собирала на 2000 плексов пассивным доходом то есть я скорее всего буду там покупать подписку годами не год со скидочками которые несколько раз вот бывают стоит в районе трех тысяч плексов то есть я уже почти на собирал в альбионе в свою очередь я покупал на три месяца подписку для начала чтобы было удобнее начинать первые два месяца естественно валял дуракам там не два месяца месяца полтора то есть я щупал игру я смотрел для меня все было новое сейчас я нашел себя крафте до этого я занимался собирательством собирательство я тоже подкачиваю но собирательство качается крайне медленно и я там тоже насобирал за месяц торговли до полгода подписки и тоже оплатил сейчас это из россии довольно дорого поэтому я счастлив потому что в еве подписка стоит 20 долларов за месяц полюбива не 15 долларов в еве свою очередь более удобная скидочная система то есть чем больше тем больше скидка в альбионе скидочкой система гораздо слабее то есть там мне кажется годовая подписка стоит не 40 процента скидкой с 20 то есть где-то на больших на больших паках они где-то сравниваются вот что ну блин я конечно если я выплыл то это будет ночь почему бы нет ночи гроза то есть ну чтобы максимально интересная была запись мы не видим ничего вообще я могу включить подсветку мои феи есть чтобы было видно моего персонажа потому что подсветка больше ничего не подсвечивает на корабле было бы интереснее с ним вокруг корабля был свет но его нет будем бить и не пись по радарам так вот сегодня идут скидки скидки будут еще неделю вот среду будет патчи только в следующий раз то есть можно может быть еще бы что-то интересное себе купил собственно этот пак и сразу купил свой малой костюмчик вот этот вот довольно забавный правда я так и не понимаю еще прикола фермерство потому что я в принципе занимаюсь другими мирными профами но с фермерством что-то как-то странно вообще реализовано возможно его ждет какой-то реворк возможно и так и останется так и они туда плыву по морю ускорили корабли они плывут немного быстрее по глубоководью плюс добавили какой-то волна там мохелу или что такое до сих пор не въехал я как бы знаю что это делает оно ускоряет корабль но где она появляется возможно есть какая-то карта и возможно это могло ускорить вот этот заплыв потому что даже вот со всеми этими изменениями на галеоне у меня галеоне сидит целая тонна матросов я вторым галеоном которым я торгую то есть плаваю по господи как они называются посветлела вторым вторым галеоном которым я плаваю по бартеру там я постоянно из-за того что я бабки плаваю по бартеру я забывал этих матросов чинить и они просто тупо умирали скорее всего клинок это клинок не уже не ду они умирают потом их довольно дорого отрезать поэтому да и собственно на бартере когда ты вовке это делаешь то есть все равно он доплыл и забыл и не так это книги категорично то есть не обязательно вообще этим заниматься там просто сэкономить а здесь они добавляют скорости от меня вот этот чувак добавлять тормозов мне не знаю зачем в основном они у меня все добавляют скорости и ускорение чтобы собственно и так боевой галеон быстро плывет чтобы он был еще быстрее чтобы можно было вот этот круг почета бабахать за меньшее время вот отключился этот поток окину плюс за последнее время я правда не точно по датам не скажу когда это все происходило потому что просто захожу бы до он у меня постоянно свернутой потом я вдруг захожу поиграть и смотри что тут добавили я заметил очень много интересных моментов quality of life самым большим откровением для меня я не знаю когда это ввели стала возможность через поиск предметов забирать эти предметы горничными вот я честно не знаю когда это добавили при том вы можете забирать эти вот через вот этот поиск то есть я не знаю там молоко например вы просто раз забрать и у вас горничная говорит что она может принести и самое прикольное здесь еще то что они могут это сделать у вашего персонажа то есть если у вас что-то лежит у другого персонажа вам не нужно заходить на этого персонажа брать этот и там класть его в склад после этого заходить другим персонажем забирать его оттуда просто берете нажимаете горничную хлоп все и там у вас в инвентаре это просто я понимаю что как бы выглядит странно но вообще то есть горничная пошла забрала что-то у вашего персонажа но вообще жутко удобно то есть вот когда я точил я заходил поточить и я заточил кстати моноса повара и алхимика на плюс 4 довольно легко потом я решил что судя по всему удача на моей стороне и можно попробовать потыкать и охотника на плюс 4 но ну на плюс 19 но как бы на этом моя удача закончилась я протыкал охотника охотник нифига не зашел хорошо хоть вернулся на плюс 18 а то я думал что будет беда но охотник вернулся буквально на последних точках и я решил что хватит ну а потом я решил что он может быть на охотники не везет может быть стоит потыкать что-нибудь с подарочными кронами у меня были ботинки аргона на плюс 19 решил их потыкать на 20 тут сына фукнул удар как раз все четыре тысячи надаренных и крон понял что удачу я свою выработал на ближайшее время после этого кстати опять же обнаружил для себя я считал что это все как это все работает но когда вы точите таким огромным количеством этих крон подарочных естественно как бы если вы их покупаете то этот способ такой себе но если вы точите подарочными как я то в этой как бы не писи продать все равно за нормальную сумму не можете если смысл это пустить их в коня там или вточить что-то из того что есть на кстати вызваны мои медвежь медведи то здесь может чуть полезно и упадет вот мы круг почета завершаем сейчас мы там хикару заплывем здесь ветер будет мне в рожу сегодня она пойдем на авторывки так вот у вас потихонечку заряжается энергия кофраса то есть энергия кофраса она заряжает ваша вот это вот часть вашего обмундирования которое вы точите и со временем вот если четыре тысячи туда вкинуть в точке на плюс 20 его там собирается довольно много мне кажется там что по 22 или по 23 кофраса за тык то есть вот 10 тыков и у меня 220 кофраса я их оттуда выковырял засунул их в хорошем в бумеранг то есть для меня это было так небольшой поощрительный приз то есть не просто что я про фугал потому что когда она у вас заточиться на плюс 20 у вас все равно эти кофрасы обнуляться поэтому нет смысла их там оставлять это так просто я для себя такой лайфхак небольшой обнаружил мне кажется слишком тихо и сделал игровую музыку я боялся что она будет слишком громко но я думаю вот так вот и я надеюсь корабль меня не заглушает я это послушаю но по показателям по показателям в обе ски то есть весь этот звук гораздо тише моего голоса поэтому не должно быть проблем так это кто у нас я уже к хикару приплыл вот это тоже интересная позиция который обнаружил поэтому теперь жаба не то чтобы сильно довольна тем что у меня нифига не заточилась в плане на плюс 20 но она по крайней мере видит какой-то какой-то маленький портительный приз который я мог либо продать либо вот использовать каких-то своих целях потому что вообще когда вы точке с кронами у вас либо как бы получается либо не получается вообще потому что у вас фейлы не набиваются и прогресса как будто бы вообще никакого нет то есть вот вы потратили кроны вещь не зашла вы в принципе находитесь на том же уровне что вот были тут и к с тем что можно хотя бы достать кофрасов оттуда становится как-то более приятно все это делать но конечно как бы гораздо приятнее сибану заходила плюс добавили вот эту штуку где вы можете покупать интересные вам предметы но эти меня не у меня на шайке чем же вы куплено в следующем тут потому что убрали несколько позиций не помню понял из-за чего там какой-то какая-то проблема с выпадением было туле слишком часто выпадал столь слишком редко выпадал в общем их убрали их введут в двойном размере после поэтому в принципе пока тратить эти диньки которые падают вот здесь их нет смысла то есть платить мы их будем попозже вот я попытался достать сердце камаз сердце камаз не досталось естественно но поскольку люди доставали вела и камаз вел меня больше интересовал я его все время хотел и вел опустился до приемлемых для меня величин я на самом деле купил вела следующим образом я купил вот это тот энергию она естественно вместе с велом тоже опустилась и и купил за 8 за семь тысяч и семьсот пятьдесят кажется 7 миллионов семьсот пятьдесят семь миллиардов семьсот господи это инфляция действительно надо нолики поубирать ну что она уже просто от они туда плыву не надо вот сюда плыть этот круг все время делаю то есть собственно квесты на мелких на хикару на дрейфующего на кадима на кадима господи кандидума на клинка и на челюсть то есть вот вы плываете по крайней мере может быть если вы как бы знаете более интересный путь я тоже с удовольствием послушаю пиратов я выплываю вот сюда раньше когда нельзя было эти квесты брать разом было сложнее приходилось делать сначала маленький круг потом большой теперь эти квесты можно брать все разом все шесть поэтому я выплываю вот сюда поплываю вот сюда убиваю здесь кандидума потом еду вот сюда по диагонали вниз здесь обычно ветер спину фармлю клинка потом спускаюсь к челюстям фармлю челюстя разворачиваюсь суда вот здесь я фармлю хикару заодно фармлю мелких они здесь же здесь статью где сейчас проплываю обычно много вот таких вот корабликов если ваша гильдия не мертва как моя вот то вы можете взять а нет музыка начала орать просто тихая какая-то было забывание пошли вот здесь вы можете взять на монстра в лагере собственно эти маленькие кораблики тоже являются монстрами лагере кораблики эти отъезжают с одного . галеона и очень легко сделать эту миссию и получить дополнительные денежки к сожалению нас в гильдии особо никого нет и нужно три человека чтобы взять эту миссию я ее взять не могу за так это изи деньги дополнительно еще можно сколько там на миллионов 40 получить скажем так на бензин вот который тратится на этот проплыть как-то так ну и вот я опять наверно какую-то тему потерял ну вроде бы как я все что хотел я сегодня рассказал немножечко погода в игре подвела потому что темно ну да и бог с ней собственно как раз расцвет круг заканчивается закончится он вот здесь вот на дрейфующих и собственно я базируюсь обычно когда вот я фармил это с друзьями я катал их на галеоне чтобы им тоже засчитывалось вот это все дело мы делали чтобы не делать это каждый день мы делали это как бы у меня это где-то занимает но тут сейчас я начал записал в начале да действительно я как раз хотел замерить насколько ускоряет все этот весь этот процесс вот эти изменения с этим течением этого окилу с ускорением по глубоководью у меня в среднем где-то минут 50 занимала сейчас это заняло 35 получается где мы уже почти приплыли этом вначале немножко городе сидит на минут 35-30 это занимает поэтому в принципе довольно неплохо так вот как мы это делали мы просто начинали где-то в начале 12 ночью где-то к 12 мы этот круг заканчивали возможно надо было посидеть там минут 15 после этого начинались новые квесты мы делали опять круг и все и как бы получалось раз два дня то есть за одну игровую сессию мы закрывали сразу несколько моментов сейчас поскольку я не могу себя прямо заставить каждый день это делать вообще просто чтобы закончить от галеон наконец-то 4 надо но недельки 3 вот каждый день по полчаса вот этим выплывы дел и как бы ресурсы на собираются то есть из особо ничего вообще сложного здесь нет надо просто вот это делать и вот здесь следить у меня здесь слитков кобальта вот этого нет у меня их 16 кажется 16 надо еще 14 то есть просто вот за вот этими слитками кобальта надо следить и их собирать это мои они по дворе спаются если делать вот этот обмен на торг я ими обычно фармлю можно конечно делать делать обмен на материалы тогда он кажется сто процентов один рис пальцы или два мы и не помню но он будет все равно не на одном острове надо будет на разно кольца один урис пальцы это неточно любом случае вы теряете тогда деньги на хакабоне то есть здесь иногда бывает я забираю начинает четырех сотен у меня здесь тоже стоит третий галеон который просто плавает от никада до хакабона я там забираю хорошие сытные кусочки поэтому поскольку я не сильно тороплюсь и я пропускаю много обменов я если когда конечно он ну прямо уткнется вот в эти куски я конечно по по обновляю на ресурсы а пока она не упирается нет большого смысла ну и вот сейчас мы доплываем и я думаю на этом мы этот видос закончим вот он вышел 40 минут может еще чуть-чуть поговорю будет чуть больше вот примерно такой формат может чуть больше чуть меньше и будет вот этих видео сейчас я сделаю там отдельную группу под это не знаю какие-то назову какие-то размышления там или мини ролики что-нибудь такое где вот мы будем вот так вот мне кажется другой остров получается я не сильно заикаюсь потому что нет ничего параллельно что меня отвлекает потому что иногда кто-то вопрос параллельно задает на что-то в игре происходит здесь я абсолютно легко могу поговорить то есть объяснить что-то рассказать и потом в это просто тоже можете посмотреть в любую для вас интересное время возможно и как бы получается и ролик вышел и разговор получился и всем удобно я надеюсь поскольку стримов судя по всему до обновления windows и все остальное не будет весь этаж на следующий год через выходные будет я думаю что подобные ролики еще появятся особенно если я увижу что их смотрят там что-то может подними пишут так далее вот их возможно будет будет будут почаще появляться будут они появляться по разным играм я их буду складировать в одном я буду делать и как вот оставлю скобочках какая игра но отдельные под разделы под каждую игру я не буду делать просто вот я захотел у меня какой-то бой там в кораблях например в мире кораблика выдался я его запустил и пока играю я разговариваю вот записал оставил то есть опять же какая-нибудь решила кинуть партию в бобров большое спасибо артему что их посоветовал я в них все еще поиграю очень хорошая игра и скорее всего во времена когда все таки мне периодически надоедает онлайн игры я буду в нее посидеть потому что довольно забавная строилка и с элементами выживача прикольно сейчас я что-то загрузился большим количеством онлайн проектов и времени вообще нет ни на что плюс опять же говорю проблемы со здоровьем поэтому я стараюсь периодически полежать все дела думаю в декабре я еще сделаю обход по врачам узнаем что там у меня еще есть вот на этом мы этот ролик закончим всем заранее большое спасибо все посмотрели а вот всем желаю хорошего настроения ролик я записываю в понедельник сегодня же он скорее всего и будет уже на ютюбе поэтому всем желаю хорошей недели у меня на сегодня все пока пока и увидимся на следующем включении